Ребята, всем привет! Ну вот снова мы в машине, ну что поделать? Ничего с этим не поделаешь! Вчерашний влог, мне кажется, это просто жесть вообще. Я его смотрела раз в пять, наверное, при монтаже раза три-четыре, после... Ну, короче, пипец. На самом деле, я просто больше угорала вот с одного момента, где я там угораю над комментарием. Там был комментарий, типа? Кто-то написал комментарий, представляете? Ну да. Короче, кто-то в комменты пишет, представляете, к вам, типа? Представляете, если к вам с улицы придет? Это просто дичь. Вот я даже, знаете, я при монтаже сначала, когда монтировала, поржала, потом еще позвала Славу, опять поржала. Ржу над тем, как я не могу просто сказать это, проговорить, потому что мне настолько смешно. Ужас. Я еду в клинику, стоматологию, где я буду делать себе виниры. Сегодня там съемочный день. И вот врач моя, который будет делать мне виниры, она очень классные видосики снимает в Инстаграм. Сейчас я еду в Макдональдс. Реально. Меня это бесит жутко. Почему нету каких-нибудь других кафешек быстрого питания, именно авто, знаете, чтобы можно было заехать, взять и поехать. Ну, я не знаю. Но, с другой стороны, я же не смогу жрать котлету с гречкой во время того, как я еду. Мне надо что-то такое, что можно одной рукой взять. Мне недавно прислали посылку вещей с интернет-магазина. Кстати, водолазка белая, которая на мне, она как раз из этого магазина. toptop.ru Это называется, я уже вам показывала вещи из этого магазина. Они мне безумно нравятся, потому что они очень качественные, хорошие, классные, по сезону. Самое то, и водолазки. Это просто, я взяла себе три, по-моему, водолазки. Но одна вот такая без горла, и две, получается, у меня черная с горлышком теплая, и бежевая тоже с этим горлышком. Так что вот, сегодня решила снова надеть белую водолазку. Хочу на видео быть в белой водолазке. Вчера просто тоже в ней была. Ну, что поделать, знаете, пофиг вообще. Знаете, это же жизнь, это не то, что я, как каждое видео, должна быть в чем-то другом. Нет. Но, кстати, я сверху надела жилетку черную кожаную, вы можете ее видеть. Я еще не знаю, может быть, я ее сниму, но, понятно, я буду без куртки. Вчера, кстати, я быстро смонтировала, даже, по-моему, часа не было, я уже закончила. Все потому, что я днем много сняла, мне хватило материала, чтобы получился аж влог на пятьдесят, там, пять минут. Поэтому это круто. Обычно-то мне не хватает, днем особо нечего. Вот такого вечера на том, что-то дома досниму, поэтому все растягивается. Я там, блин, ближе к пяти заканчиваю только монтаж. А еще вчерашний влог грузился четыре часа, если не пять. Я в шоке, я не знаю, но у нас какие-то проблемы дома с интернетом. Не знаю, почему так. И для меня это просто нонсенс. Четыре часа. Ну что ж, я уже доехала до стоматологии. Вот такой у меня лук. Тут очень крутая уборная, я просто в шоке. Посмотрите на туалет. Так, ребят, это Луиза. Всем привет! Стоматолог. Как раз Луиза будет делать мне виниры. Я очень волную. Но я доверяю полностью, просто полностью доверяю. В общем, завтра будет конкурс у нас, да? Да, завтра мы будем разыгрывать виниры подписчику. Вот, то есть виниры будем дарить человеку. Ребята, бесплатно, да? Да. Сума из наших подписчиков получат виниры в подарок. Это в 7 часов вечера у вас? В 7 часов вечера, да. Мы запустим, надо будет подписаться и в условиях конкурса почитать под постом. Так что, ребят, обязательно подписывайтесь на Smile Studio. Участвуйте, ну, если вы хотите виниры бесплатно. Ребята, такой нельзя выпускать сейчас, поэтому вот. Я тоже скоро буду классно с винирами. В общем, ребят, я сейчас еду уже. От зубного стоматолога. Мы записали два классных видео про мифы. Один про лазерную шлифовку. И другой про просто косметические всякие процедуры. Очень интересно получилось. Короче, я еду сейчас вот на район, уже подъезжаю. И я такая думаю, так, что делать, что делать. Потому что сегодняшний день я, ну, не забивала какими-то делами. Поскольку я должна была как раз приехать в Smile Studio снять видео. И я думаю, что это займет больше времени. Но вышло так, что мы так быстро, классно все сняли, что кайф. Поэтому я написала Карине, так как она в Москве. Мы с ней дофига не виделись. Как всегда, много что есть обсудить, несмотря на то, что вчера мы виделись. Вот. Так что сейчас я к ней приеду. Она там какую-то курицу запекает. Не знаю, поем ее. Карина говорит, типа, блин, вот ты ко мне приедешь. Мы с тобой будем болтать. Получится как вчерашний влог. Но ничего, типа, для подписчиков особо интересного такого не будет, грубо говоря. Потому что один и тот же день практически повторяется, что я у Карины. Мы болтаем. Но на самом деле, что поделать, если у меня такая жизнь? Это же неделя влог. Встретиться с Кариной для меня очень интересно. Тем более, что это реально моя обычная такая жизнь. Повседневная, реальная. Без всяких привбрас. Типа, поехать куда-то там. Потому что вот мне туда сейчас надо. Но на самом деле тупо для влога. Интересно, как там у Славика дела? Чего он делает? Это уже не смешно. Не, я просто застилаю, потому что я в одежде хочу прилечь. А, не потому что она была не собрана, и тебя это бесило. Ну, понятно. Ну, ладно. Меня бесит, когда у меня грязь. Ну, когда у кого-то тоже хочется, чтобы чисто было. Но обычно я ни у кого не убираю с дома. Потому что я никому, в общем-то, и не хожу, кроме тебя. Ну, вот это приколы. Ну, да. Я вам кладбище хочу показать, мои хорошие. На самом деле, так красиво. Вот смотрите, как вверху... О жизни подумать. Да, я, кстати, знаю... Смотри, я что заметила. Мне кажется, что вся вот эта стенка, это урны с прахом. Покажи, покажи, покажи. Я не уверена, но ощущение, что реально. И я только спустя год заметила это. Ну-ка, смотри. Да, я поняла. А может, нет? А, нет, наверное. Не знаю. Ребят, как думаете? Предлагаю сходить. Я, кстати, там ни разу не была. И слава богу, цветут, как говорится. Ну, да. Лютик! И себя тоже так надо. Лютик! На этот день. Вчера я была не накрашена, сейчас я накрашена. Что-нибудь изменилось? Да. Потому что ты не умеешь играть, ребят. Сейчас я отдалю, вам будет приятнее. Тебе надо быть более активной. Да, 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 вот. Ну, стой, иди играй. Иди играй. Ты че б? Убери эту помойку с моей кровати. Этой игрушке 11 лет. Но иногда мама ее стирает. Мы тоже вилиного фламинго стираем. Потому что она его зубами своими шмякает. Потом она его на пол кидает. К этим слюням ее прилипает пыль. И фламинго из рода его превращает в стерба. Ага. Класс. Да, Лютик. Да, Лютик. Надо было мне виллу взять. Да, к зубному. Чтобы с ним кружились. Как зубы. Нормально. Класс. Камни мне сняли недавно. Что это? На голову так называли. У меня такие странные зубы. Там, где ретейнеры, как будто бы, знаешь, как ножик наточили. Они не режутся, но такие грубые какие-то стали. Они, видимо, камнями заросли. Привыкнешь. Ну да. Устала шепеляет, че-то не могу. А как думаешь, когда тебе восставят виниры? Врач сказала, что будет лучше. Да? Ну, у меня же как? Я шепелявлю из-за неправильного прикуса? Так. Наверное. Вот. Ну, я сказала, что когда мне поставят виниры, первое время я буду шепелявить тоже. Еще сильнее, возможно, даже. Потому что это идет привыкание. Те люди, которые не шепелявят, когда ставят виниры, они начинают шепелявить. Я понял, ты что делаешь? Какая-то слава. Меня бесите. Два близких бесячих. А бассейн приближается. Говорю, нахрена ты приближаешь? Это ты не понимаешь. Это съемка профессиональная. Стоит 200 тысяч. У меня нет. У меня есть люди. Он стоит больше, чем 200 тысяч. Он стоит миллионы бесконечностей, миллиардов евро фунтов. Ой, извините, Людик, не для тебя обнимать. Потом у Вильены крышу снесет. Она не увидит. Да, конечно. Я когда монтирую, она сидит и смотрит. Умеряет, контролирует. Говорит, так, мама, где ты была? Ну, подожди. Ну, эти глазки ты не хочешь обнять? Жайка, иди, я тебя обниму. Моя булка. Ты за мою собаку не говори. Можем что-то посмотреть на ютубчике? Да я весь ютуб уже пересмотрела. Я эти два дня фигнёй страдаю. Ненавижу себя за это. И я отстываю. Надо что смотреть. Ребята, я снимаю свои ногти завтра. Ты меня, конечно, извини, мой хороший. Но мы это завтра обсудим, так что не отписывайтесь. У меня просто отросли сильно. И меня всё пишут. Господи, какие у тебя эти, как у птеродактиля. Ну да, как у птички. Когти. Пишите тайм-коды. Тайм-коды. Да, кстати, я обожаю, когда вы пишете тайм-коды. Я сразу зажимаю и разживаю. Да. Смотрю. Вот если вы комментируете наши с Юлей видосы, не поленитесь написать тайм-код. Это, не знаю. Ну, то есть, может быть, вам, наверное, не сложно, а мне капец приятно. Юле тоже. Потому что можно сразу вернуться в этот момент и ещё раз посмеяться. Кто-то спрашивает, ты на айфон снимаешь в влоге? Есть стату, какой у тебя айфон? Нет. Снимание на айфон, на камеру. Кеннаджи 7х. Спасибо. Я бы, пожалуйста, так, знаете, легко играющих на Смотрим Ютубчик. Пишите в комментариях, а спло ли оно того. Ты лежишь на кровати, сезонутые тревоги, остаюсь позади. Тебе удобно? Ты лежишь на спине и руки вытянуты в твое тело. Давай засыпать. Перед твоими глазами тёмный экран. Но нет никаких дел, задач, мыслей. Глубоко. Тобер заплатил. Тёмный экран. Лоб всё ещё расслаблен. Затук. Щёки, швей, плечи. Привет, клава. Собственно. Давайте такое же сделаем, продадим за миллион рублей. 11 минут. Я купила за 450 рублей 11 минут тонных голосовых исполнений о чёрных экранах и расслаблении конечностей. Если у вас бесконечности, не надо к врачу. Женя, короче, предлагаю поднять бабла, датишка, замутить свой гайд или как это у них называется. Да, гайд. Нам нужно с тобой кавказским голосом записать там, ну, типа... Как говорить, кавказским голосом? Не, не, можно типа... Эй, просыпайся, вставай. Да, и продавать за сколько? За 25 тысяч рублей. Не, можно за сотку продавать. А всё. По-божески. Ну, не, ну это жесть. Это жесть. Мне кажется, одно дело купить какие-то пресеты в Лайтруме, просто потому что ты хочешь красивые фотографии, это нормально. Даже если это стоит дороже. Но это будет реально как бы полезно, мне кажется. Да, тоже от блогеров. Да. Ну, покупать какие-то вот такие приколы. Это же всё можно найти в интернете. Это те же с косметологами, то, что это можно поговорить с косметологами. Куча сайтов, куча информации, бесплатных видео на Ютьюбе, где... Мы с тобой сколько делаем бесплатно. Да вообще, а сколько врачей там тех же самых ведут каналы. Тоже я очень много там, когда меня какая-то интересует вопрос там, да то же самое собаку, операцию сделать собаке. Я просто в интернете читаю очень много информации об этом от разных врачей, разные видео смотрю, кто как опыта. Ну, аж людям лень просто гуглить информацию. Они любят этого блогера. Вместо того, чтобы там читать книгу «Магия утра», они покупают гайд рандомного блогера, который пишет, типа, краткую выжимку пяти книг, которые он прочитал. И типа они такие класс. В принципе... Может быть, это кого-то мотивирует, и они знают, что они покупают продукт, который уже где-то есть в интернете, но они хотят вот именно от этого блогера какую-то мотивирующую штуку. Но, по-моему, всё равно круче гораздо, когда, ну, типа, не знаю, ты бесплатно... Ну, продавать это, ну, это жёстко. Серьёзно, если бы это было бесплатно, я бы ещё поняла. Слушай, ну, они просто умные люди, они... Мы сейчас их обсуждаем, как бы, да, и говорим, что они странно поступают, но они там зарабатывают себе в месяц миллион рублей на этом. Я ничего по поводу не говорю, да, это гениально. Я говорю, давай запишем. Давай продавать. Давайте продавать. Ну, нет, я считаю, что если хочется что-то создать, можно сделать крутой мерч. Можно сделать, если ты умеешь реально делать какой-то крутой инфопродукт, очень сейчас круто заходят, типа, когда ты учишь, ну, худеете, у тебя программы по питанию, вот, про обработку тоже. Тоже YouTube, Instagram есть, зачем вот эти вот... Ну, хотя... Чтобы бабки делать. Хотя, да. Ну, знаешь, я, типа, тоже не один раз думала, ой, а может, если что-то такое взмудить, а что бы я рассказала? Я просто понимаю, что я не специалист в какой-то определенной области, чтобы писать об этом какую-то там статью, которую продавать, прикреплять какие-то факты, еще что-то. Я понимаю, что если такое делать, то это должно быть, ну, сделано классно, а не так, чтобы потом вот в такие видосики попадать. Типа, зачем вы это делаете, зачем вы это продаете бедным детям. Да, я согласна, есть. Поэтому проще, чтобы вот так вот не было, мне кажется, просто делиться опытом бесплатно на тех же там видео, YouTube, Instagram, либо не за деньги, ну, как-то это глупо, что ли, за деньги делиться такой фигнёй. Папки, папки, папки. Ну, в принципе, ну, не знаю. Еще одно дело, реально, если там человек, который, допустим, похудел с кучей килограммов, там, очень сильно похудел, и он рассказывает свою историю и говорит, что он делал туда-сюда, может быть, есть в этом какой-то смысл продавать, но и то я считаю, что даже не 300. Ну, такого много бесплатно делают, поэтому... Ну, да, поэтому он как-то странный, что ли. Прикинь, мы с тобой голос записи. Доброе утро, моя хорошая. Да не доброе утро, засыпать надо очень. С добрым утром будет, засыпать-то есть уже. Ага, засыпать, что? Уснись, коза, чтобы я твое больше дыхание не слышал. Ай, закрой рот-то, реально, коза, закрой рот, закрой спи, вонючий. Вонючий, ассо, спи. Или, прикинь, продавать, типа, закасать, 5-секундная запись, типа, просто спи, и все. Что, сложно, что ли, поспать, спи? Что, сложно у вас спать? Да, ладно. И продавать это, типа, ребята, скорее покупайте. Мы с Кариной создали невероятный продукт, который поможет вам уснуть за 5 секунд. По ссылочке в описании. Да вообще класс. Нет, если когда-нибудь мы с Юлей станем суперкрутыми специалистами в чем-то, может быть, то есть это не значит, что мы такие, типа, никогда ничего мы в жизни не сделаем. Нет, нет, если что-то придумаем классное, что мы посчитаем стоящее, и это стоит, как бы, внимание и денег, то да. Но я считаю, что вот то, что нам сейчас рассказывает, да, Катя ее зовут, Катя Конысова. Кстати, прикольное у нее видео, посмотрела несколько. Вот, я считаю, вот то, что она рассказывает, вот блогеров, которых она приводит пример, ну, это, конечно, абсурд. Это полная жесть. Есть еще такой канал, он совсем маленький, там очень забавный парниша, Телек-Телек называется. Обозревает гайды и чек-листы подобных блогеров. Я просто уржалась. Да? Это как смешно. Ну, вот эти, типа, как стать там богатой, как стать миллионершей, что там еще это делать? Как заработать лето, медитация, всякая вот эта фигня. Ну, блин, ну такое. Не могу их винить, потому что, ну, типа, их зрители просто ими вдохновляются. Я думаю, что, может быть, и наши зрители могли бы купить что-то от нас, если бы мы хотели сделать и делали такое. Потому что кто-то нас любит, и от меня, например, кто-то любит слышать что-то про похудение. Не зря же мои худеющие человеки так популярны. Но я просто, не знаю, выбираю другой путь. Я выбираю путь бесплатно рассказывать зрителям обо всем, что я знаю, и зарабатывать с рекламы брендов. Поэтому вы видите какую-то бесячую, может быть, вас в местах рекламу. Но зато я, как бы, ну, не продаю чек-листы. Ладно, давай даже смотрим. Так что, короче, вот, смотрим видосики и офигеваем. Никита Лола обнародовал тейп-кадры на своем канале. Этот ролик набрал 3 миллиона просмотров, и все люди увидели, как пинс-посамка сама разносит свою квартиру. А вот еще, к большому моему сожалению, все узнали поближе сам цаинс-посамки, который, ой, как неожиданно, оказался тупым хорьком с кучей портой. И я сейчас скажу, вы все... Вот о чем мы говорили вчера. А ты кто вообще такой парень? Я слишком люблю тебя. Я это тот, кто пьет шарпан в этом бассейне. А ты это тот, кто на него отводил в этом бассейне, понимаешь? У тебя есть целлюлит? Да. Да. Просто без этого раздумий. У меня есть, да. Ну да, у меня тоже есть. Алло. Ты будешь снимать еще неделю? Ну, конечно, буду снимать. Ты что, я же худейший человек по жизни. Знаешь, мне так бесит, многие люди пишут, типа, ты вообще что ли, это так легко. Похудеть-то? Ну да. Ну типа, знаешь, а-ля такие умные, если захотеть, можно похудеть. Я это знаю, что если захотеть, можно похудеть. Но не всегда с первого раза. Не всегда это можно сделать за месяц 25 килограмм. Я с кем-то, я извиняюсь. Я ведь поэтому и снимаю, наверное, видео, потому что у меня не получается это сделать. Такие они интересные. У меня последние недели худейшего человека, на самом деле, очень на негативе. Я туда даже не захожу. Да. Из-за комментариев. Ну, в плане нечего. А может, ты меньше... Может, там просто был как влог, а не именно худейшего человека? Ну, где-то у меня были такие видосы, где я мало худею. Может, это моя ошибка. Я подумала, что людям уже интересна моя жизнь, а не только то, что я худею. И поэтому я так сделала. Но, видимо, какая-то часть им вообще пофиг на меня. Они хотят видеть только то, как я хожу в спортзал. И помнишь, как-то влог был, и я там... Ты была в коротком кроп-топе, и я там сказала, что у тебя складка. И люди начали писать, что типа, на себя посмотри. Ну, ребята, я ей это указала. Я тоже отвечала на это, что типа у нас это нормально. Ну, это то же самое, что если у тебя волосы плохо лежат, я тебе скажу там, ой, у тебя волосы сейчас плохо лежат на видео, чтобы ты их поправила. Да, не чтобы как-то её пристыдить. Я ей лично говорю, публично говорю, что она худышка, крутышка и так далее. Не-не, просто типа я могла это не вставлять вообще. Ну, как бы то, что ты мне говоришь, что у тебя складка. Но так как мне вообще пофиг на то, что там складка, поэтому я оставила. Откуда я знаю, ей пофиг или не пофиг на эту складку? Если бы у меня была складка, я бы хотела, чтобы она мне в этом сказала. Нет, просто раньше мне было больше не пофиг. То есть раньше я больше переживала, ой, давай вот это вырежем. То есть мне приходилось, потому что я там не нравилась себе много вырезать. А сейчас просто мне пофиг, потому что даже если у меня какие-то складки есть, как я и говорю, у меня есть целлюлит. Типа я, ну как бы это нормально. Ты можешь быть худым, но у тебя всё равно могут быть в каких-то местах целлюлит. У меня, например, вот где ноги, может быть, немножко вот. Да мне кажется, он есть у многих, у всех. Да, это на самом деле не то, что какой-то ужас, фу, там ты жирная. Это не эта история, это нормально, это же типа организм, это там жир какой-то. Я просто туда не смотрю вообще, я не разглядываю там свои ноги, поэтому если я вижу, то это, не знаю, там пару раз в год, когда я еду на отдых, где, ну как бы в купальниках постоянно, так я в джинсах. Нет, я просто не обращаю уже внимания на такие вещи, ну типа, ну, целлюлит. Но это просто когда ты в себе уверен в каком-то смысле, становишься, ты себе нравишься, тебе становится пофиг на какие-то такие моменты. Даже если там у меня где-то целлюлит, второй подбородок. По поводу прыщей я, конечно, всё равно, ну типа, переживаю, всегда комплексую, можно так сказать. Ну, я не хочу просто, чтобы все видели, что у меня прыщи, понятно, все и так делают об этом. Причём сама всем рассказываешь, но я не помню, чтобы видели. Нет, просто иметь в виду, что мне не нравится, как выглядят на лице красные большие какие-то прыщи, ещё что-то. Это же просто, ну как бы, визуально мне не нравится, но я понимаю, что это не что-то кошмар и вообще ужас, это просто проблема, которую нужно решать, это здоровье и всё такое. Но при этом не хочется, как бы, светить в кадре прыщами, понятное дело. Ну да, но я иногда тычу, тычу прыщи в кадре. Не, я же тоже могу, типа, влог снимать и не накрашенной быть с прыщами, говорить, вот, замазываю свои болячки. Ну как бы, это же просто нормально, да, мы все люди, у всех у нас там есть целлюлит, прыщи, поэтому нормально, просто не надо на этом так зацикливать внимание, потому что это мелочи в жизни, я считаю. Кстати, сначала у меня такое было отношение к твоим неделям худейшего человека, типа, блин, что за тупость, меня это вообще не мотивирует. Но с другой стороны, потом я поняла, что меня это не мотивирует, потому что, во-первых, мне не нужна такая мотивация, я как бы, у меня нет каких-то моментов, типа, ой, я хочу похудеть, мне нужен спортзал. Потом я думала, как ты можешь снимать такие видео, типа, как ты можешь мотивировать людей, если ты сама не сильно, например, меняешься. Я поменяла с 56 до 52, но это нормально, типа. Нет, это нормально, я имею в виду, но все равно, как бы, сильных вот таких изменений прямо на лицо, чтобы увидеть до и после, ну, как бы, у меня не было. Что я не тычу свое тело полуговое в экраны, а так результат был. Просто я потом опять поправилась. Ну вот, а потом я поняла, что на самом деле суть мотивации твоих видео, она заключается даже не в том, чтобы ты похудела, а в том, что ты показываешь людям, что ты прилагаешь усилия, ходишь в зал, сидишь на правильном питании. Я думаю, что это хорошо. Ну, типа, блин, дело даже не в том, что ты должна похудеть, а в том, что ты показываешь людям на своем примере, что ты занимаешься, что ты тратишь на это время, что ты... Конечно. И это вдохновляет людей, типа, блин, она ходит в зал, я тоже буду ходить в зал. Так и есть. И люди ходят. И ты знаешь, я недавно была на концерте Беля, или же там встретилась со своей подписчицей, мы рядом стояли там. И она говорит, знаешь, благодаря тебе я похудела на 12 килограмм. Я говорю, ты шутишь? Она говорит, нет. Нифига. И, ну, мне многие так пишут. То есть, возможно, даже я не худею, но люди худеют. И я тоже смотрю видосы, в которых кто-то проводит активно свои дни, типа, встает там в 6, идет на спорт, идет еще куда-то. И мне просто нравится смотреть, что человек делает много вещей. И я понимаю, что я тоже должна и хочу делать так же. Хочу много-много всего успевать. Хочу создавать какие-то проекты, шоу и так далее. И это меня мотивирует. И поэтому я решила тоже создавать что-то, что людей может мотивировать. Иногда, конечно, я не всегда справляюсь со своей поставленной задачей. Даже есть. Но что поделать? Я так всю жизнь живу. Ну, то есть, даже до блогерства я же была. Помнишь, какая помешанная на этом всем? Хотя, мне кажется, я... Мы обе, ну, тогда мы обе были как бы сильно... Ну, не то, что сильно помешаны на этом, но, помнишь, мы в зал вместе ходили за такой... Ну, да, мы купили... Знаете, помнишь наш первый абонемент? Почему? Чего? Чего? Ну, как это было мило. Там, короче, у нас спортзал появился около нас. И мы пошли узнать, что-то за цены. И нам сказали, что двойной абонемент. Абонемент будет дешевле. И мы пошли к мамам и попросили денег на двойной абонемент. Он, по-моему, стоил в районе 28 тысяч. Да, на двоих, типа. Ну, от каждой, да? Или... Нет, по-моему, на двоих. Ну, да, наверное, все-таки лет 7 назад такие цены были. Ну, да, нет, то есть реально, как бы там... Я не знаю, честно говоря, сколько сейчас прям стоят абонементы. Ну, я обмеру как раз за 30-ку в год. Ну, на одного, понятное дело. А тогда, типа, на двоих, поэтому, ну, как бы прикольно. Считай, как бы, ну, грубо говоря, 14-13, половина тысяч на каждую. Я уже давным-давно не занималась спортом. Буду сейчас включаться постепенно. Наверное, со следующей недели. Это сейчас суббота, ну, как бы уже в понедельник пойду. Знаешь, что? Мне безумно скучно на беговой дорожке. Мне безумно неинтересно, мне безумно скучно. Мне кажется, с таким же успехом можно прогуляться по городу, по парку. Вот мне намного интереснее какие-то тренажеры для прессы, например. Ну, давай с тобой сходим, может, на влог как-нибудь записываем. Можно. И я безумно хочу, чтобы мы с тобой пошли в зал, потому что я почему-то в зале стесняюсь делать какие-то приседания, упражнения для ягоди. Ну, да, именно если мы будем с тобой вместе, я думаю... Потому что мне кажется, что я их неправильно делаю, сейчас кто-то в зале будет надо мной смеяться. Ну, я тоже всегда переживаю, но я стараюсь в этот день максимально, в этот день, в этот момент максимально сконцентрироваться и вспомнить всё, что меня тренер обучал. Я просто тоже понимаю, что есть и видосы в Инстаграме, как правильно, и всякие приложения. Я это всё понимаю, но у меня как бы лень на это смотреть, потому что я не постоянно хожу в зал, поэтому и так пришла, увидела прикольный тренажёр, позанималась. Вот тогда я вот эту фигню делала, когда держишься и ноги поднимаешь. У меня такая приятная боль потом была здесь живота. Мне даже показалось, у меня приятность появилась. Ну, это, конечно, блин, один раз сходил, конечно, фигня. Но мне понравилось. Ну, давай сходим. Всё, если она это вставит, и мы не сходим, то отписывайтесь от неё. Не правда, да мы сходим. Только время найдём. Ладно. И на самом деле тоже по времени жесть. Знаете, когда у тебя очень много дел, а ты не берёшься за них, потому что у тебя слишком их много. А ещё много видосиков на Ютубе классных. Да, мы верим и здесь. Ну что, мы виноваты, что скандалы постоянно такие интересные. Вообще. Ну, невозможно, хочется всё про это посмотреть. Ладно, я поехала домой, а ты меня там любимый заждался, говорит, пойдём к нам. А я спать пойду. Ты гонишь. Я вчера в 10 уснула, полусьмого сейчас. Ну да, я сейчас пойду в душ, пойду спать. Завтра постараюсь встать в 6, чтобы с утра смотреть видос на Ютубе. Шутка, нет. Хочу завтра встать и что-то нормальное делать. Давай, а в 8 у нас маникюр. В общем, пришли со славой в ресторан, в который обычно ходим, но решили сесть в другое место, чтобы было обо мне записывать видео. Я хотела в прошлом видосе поговорить по поводу старой души. Вообще, я об этом даже говорила, старая молодая душа, но в итоге всё вырезала. Просто как определить, старая у тебя душа или молодая? Потому что у нашей души есть тоже возраст, так же, как и у нас там в паспорте, допустим. Ну, для тех, кто не знает, опять же, не буду говорить, что я прям супер-профи и шарю в этой теме, но я точно знаю, что, ну, вот есть одна градация, грубо говоря, по которой можно определить, ну, по крайней мере, хотя бы образно понять. Это по карме. Вот, например, если у тебя старая душа, то кармические возвращения к тебе будут приходить быстрее и больнее. Если ты молодая душа, а ты только начинаешь свой жизненный путь, то вот эти вот оплеухи от жизни, да, там, за какие-то твои проступки будут приходить тебе, может, через, там, пару лет, может, через пять лет тебе придёт такое. То есть вот этот вот кармический возврат, он дольше. То есть в итоге, если твоя душа старая, то ты, когда косячишь, ты должен осознавать, что ты делаешь, потому что, ну, ты должен на своих впечатлениях и ощущениях внутренних, ну, знать, что ты делаешь плохо, делаешь или хорошо, и, соответственно, чем ты старше, тем у тебя, на тебе ответственности за это больше. Если ты молодой, то ты ещё зелёный глупый, и, в принципе, ты можешь что-то сделать и не понимать, что ты делаешь что-то плохо. И в интернете я как-то прочитала, типа, ну, как ещё определить старая душа или молодая, просто я почему-то была уверена, что это можно определить по натальной карте. Ну, натальная карта, астрология, да, да, ну, поэтому, в принципе, да, эта астрология объясняет это. Да, но также я нашла в интернете, ну, краткое такое описание, типа, что любому будет понятно, что молодая душа — это когда вы наивны, когда вы, грубо говоря, радуетесь каждому лучику, солнышку. Вообще, в принципе, удивительно, потому что я почему-то считаю себя старой душой, но при этом я очень радуюсь каждому лучику, солнышку. Не знаю, от чего это зависит. Ну, от характера ещё. Ну, наверное, да, ещё от характера. У всех разные планеты, которые добавляют в твой характер, ну, вот, немножко того, чего не будет, например, у другой девочки какой-нибудь, тоже Козерога, тоже там родившейся в том же году. Ну, да. У неё, например, там эмоции в другой планете. Опять же, я не астролог, но я приблизительно просто так вот знаю, как базовые какие-то вещи, вот, поэтому... Вот, а про старую душу было написано, что это те люди, которые, грубо говоря, захотели тунский пряник и могут взять себе и купить билеты до Тулы, но разве не говорить, типа, ну, ты что, реально, не гони, типа, давай не поедем в Тулу за пряником. Ну, типа, якобы, знаешь, есть же спонтанные люди, которые говорят, ну, давай плечу это, или, типа, а прыгаю я сейчас, вот, ну, с парашютом, например, и вот сразу же это делают, допустим. А другие люди как-то по-другому относят к другим вещам, думают, нет, ну, а зачем, оно, в принципе, не нужно, ну, да, это весело, ну, что, просто позабавиться, ну, ладно, есть другие дела уже. Ну, как бы вот такие рассудительные. Да, рассудительные. Очень так думают, а надо оно мне вообще? Ну, да, я хочу сейчас пряник, но, в принципе, мне без пряника нормально. Ну, это тоже, мне кажется, совпадение каких-то разных планет. То есть, это не как, там, с возрастом души может и не откликаться, по сути. Ну, может быть, ну, это просто в интернете то, что было написано, такое краткое, что примерно. Во что верить, во что не верить, как все говорят, умные и знающие люди. Если вам дают информацию, то пользуйтесь ей. Можете ее не принимать, но хотя бы просто выслушайте. Вот иногда открываются каналы, которые вот тебе что-то говорят, а ты даже не знаешь, что тебе что-то сейчас говорят. Ну, например, ты такой идешь по улице, идешь, 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 хоп, там, кирпич перед тобой упал, например, перед тобой крыл. Это информация тоже, которую тебе нужно принять. Может, ты что-то не так делаешь? Короче, в интернете даже есть тест на то, насколько старое воздушное я сейчас хочу выбрать. Мне интересно. Запиши экран на телефон. Что я здесь вижу? Кошку, комнатное растение, ад, что-то другое. Я не вижу здесь комнатное растение, не кошку. Я не вижу их ада здесь. Ой, ангел и черт. Континент, астер. Где континенты? Ну, наверное. Я вижу, знаешь, два ядерных взрыва. Я вижу, я вижу, я вижу людей. Я вижу два ядерных взрыва. Мне кажется, что человек видит что-то в глаза, нос, цифры, рот. А я нажму людей. Так, джин, ведьма, гора, что-то другое. Ведьмы точно нет. Блин, мне все континенты видится. Это нормально? Служины какие-то, блин, непонятные вообще. Что я? Вообще, хрен твоя миссия. Другое, на самом деле. Медведь, собака, женщина с джинами. Сами что-то другое. Мне кажется, что медведь, да. Человек на горе, грудь на горе. Да. Астер, что-то другое. Человека на горе я вижу. Вот, человек на горе, да. Вот, видишь. Хотя группа людей. Хотя, в принципе, что-то другое. Ладно, я знаю, что я вижу. Человек на горе, допустим. Дерующиеся животные, злой дракон, лошадь, что-то другое. Ой, я вижу животные. Где? Вот красное, это типа какой-то злой дракон. А-а-а, на сырого какой-то, как будто бы. Ну, злой дракон, больше на дракона пляжешь. Ну, хоть животные. Мне уже интересно, знаете, старая у меня душа или нет. Мне кажется, это все фигня. Да, это, конечно, фигня. А что я здесь вижу? Животные в озере, где я помню, что что-то другое Бэтмон. Бэтмон? Ну, мне еще знаешь, что кто-то говорил, что те, кто рождаются в конце года, у них молодая душа. Те, кто рождаются в начале года, у них типа старая душа. Ну, не знаю, я думаю, что это тебе нужно спасить у реального астролога, и если ты захочешь, я тебя познакомлю, когда она приедет в Москву, и вы с ней что-нибудь с ней. Если говорить про Карла, я на 100% уверена, что у меня глубоко старая душа, потому что когда что-то там я, например, делаю не так, у меня это очень быстро возвращается. Даже если это какая-то мелочь, я прям чувствую сразу. Аналогично, у меня тоже такая фигня, но у меня 100% старая душа, я как бы все это проверял, вот, и думаю, что у тебя тоже, потому что раз у нас с тобой в прошлой жизни были завязочки, завязочки. Это 100%, я уверена. А еще, знаете, люди, которые со старой душой, они такие думают о космосе, о вселенной, о небытии, знаете, о каком-то, мне кажется, это тоже к этому относится, потому что люди с молодой душой, будем так называть им, пофиг вообще на эти все размышления, они живут здесь и сейчас, все круто, нафиг, этой фигней заморачиваются, мозг себя забивать, все это неинтересно. А мы типа рассуждаем и думаем, блин, а вот звезды, а вот это, а вот, 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 потому что у Славы, короче, выходил влог, он же ездил недавно вот такое путешествие интересное. В Дивеево, кто не поможет. В Дивеево, и там, в общем, храмы, ну, интересно, короче. Святые места, короче. Посмотрите Славынный влог, и там ему сказали, помню, потом, когда приехал, рассказал, ему там сказали, что мы с ним в прошлых жизнях типа были связаны. И, как бы, конечно, непонятно, как мы были связаны. Может быть, мы ненавидели друг друга, или, может быть, мы очень себя любили друг друга, может, мы вообще были братом-сестой. Но я надеюсь, что нет. Все равно как-то не очень от этой мысли, хоть бы в другой жизни. Вот, ну, интересно на самом деле, мне безумно всегда было интересно узнать, кем я была в прошлой жизни, потому что я был в реинкарнации. Я Славе говорю, прикинь, типа, ты был герцогом, а я герцогиня. Он говорит, а может, это вообще еще более давно было. Я говорю, ты был динозавром, а я динозаврихой твоей. Да, а я был этим аборигеном, который динозавров зашибал. Ты меня зашибил, зашибил. Может, я тебя увидел и влюбил. Динозавр. И у нас получилось в очень необычной семье. Ну да, а потом динозавры вымерли. Потому что один человек, абориген, замутил динозавром, другие аборигены его не помнили и убили всех динозавров. Вот как было. И меня динозаврит его. Так что, скорее всего, так было. Вот. Мы ждем еду, как обычно. Это шашлык у меня. Услава. Я с Дюна-Дам, я на Западула стою на этих мислях. Кто-то любишь одно, кто-то второе не любишь. Бене. Бене. Когда мы придем домой, я должна вам показать вещи, которые мне прислали из шаурма. Кстати, вот эта водолазка тоже одна. Если я это забуду сделать сегодня, то сделаю это завтра. Ну что ж, вот мы уже дома после ресторана. Я подумала, не буду сегодня распаковку делать вещей. Сделаю это завтра днем, потому что днем я свободна, а вечером как раз мы с Кариной поедем на маникюр. Вот. Я, кстати, специально вещи не распаковывала. Они у меня прям лежат так, как их привезли. Только вот одну вот эту водолазку достала, белую, потому что она мне безумно понравилась. Ну, мне все вещи, которые я заказала, безумно понравились. Но хотелось, короче, что-то новенькое надеть. Поэтому, видите, я... То, что мне нравится, там новая вещь какая-то появляется. Я очень стабильный человек. И я начинаю носить одну вещь практически каждый день. В общем, я хочу сейчас распустить косички, хотя мне они безумно нравятся. Я бы не хотела их распускать, но сегодня я буду мыть голову. В любом случае мне надо будет это сделать. Поэтому распускаем. Там у нас стоит куча чипсов, соков. Потому что, когда мы играем в PlayStation, такие, знаете, мы как подростки какие-то, нам нравятся. Интересно, они получатся? Прямо волнистые. Или не очень? Знаете, по-разному бывает. Иногда они такие волнистые получаются. Но я сегодня голову особо не трогала, не лежала, не спала в косичках. Обычно, когда я сплю в косичках, потом распускаю на следующий день, это вообще классно. Поэтому сейчас, наверное, будет так себе. Ну да. Вообще они волнистые даже. Как-то странно. Я их, кстати, даже лаком пшикала. Поэтому удивительно. Сейчас я пойду по мою голову. Потом сяду за монтаж этого влога. Либо мне кажется, что неделя влогов, неделя влогов вот эта не зашла вообще. Либо просто у людей много дел. Школы, учебы, не знаю. Ну, странно. Просто я сужу по просмотрам. Поэтому. Ну, короче, обычно они более волнистые. Хотя обычно у меня голова более грязная. Знаете, когда я с косичками, я два дня хожу с косичками, сплю с ними. Поэтому получается более эффектно. А еще я заметила, в последнее время у меня какие-то прям проблемы. Я очень часто шепелявлю. Мне как-то тяжелее стало говорить. Не знаю, почему. Короче, поставлю виниры. И посмотрю, как карта ляжет. Но иногда я действительно думаю... Ну, блин, у меня были в институте занятия техника речи. И это как раз таки, чтобы четко говорить. Там всякие скороговорки. Я думаю, что дело даже не в том, что я как-то скороговорки не читаю. Я не знаю, почему. Может быть, из-за прикуса. Не знаю, напишите в комментариях. Хотя я сижу перед интернетом. И я могла бы погуглить, из-за чего люди шепелярят. Ну, типа, знаете, мы все не идеальны. И я помню, как мне раньше очень много люди писали в комментариях, то, что ты шепелявишь и все такое. И меня это никогда не обижало. Меня это никогда, знаете, не было такого, что... Блин, я такая отстойная. Мне так плохо. Ну, то есть, это то, что я, наверное, могу изменить. Но не знаю, как. И я как-то особенно об этом не задумывалась раньше. Сейчас посмотрим, что пишут в интернете. Шепелявость — это такое расстройство речи, которое характеризуется неправильным произношением шипящих звуков и свистящих звуков при сохранности грамматического строя, словарного запаса и сохранности понимания речи. Я не понимал речи. Итак, причины, по которым я могу шепелявить. Из-за чего? Не знаю точно. Про подвижность языка два раза написали. Недостаточная подвижность языка и малая подвижность языка. По поводу подвижности языка хрен его знает, честно. Как правило, у детей шепелявость проходит к 7-8 годам. Короче, по поводу моей шепелявости я не уверена, что... Хотя не знаю. Может быть, действительно у меня язык не сильно подвижный. Как это определить? Ну, типа, знаете, когда я говорю, мне кажется, не очень-то сильно им двигаю. Я думаю, что проблема все-таки из-за моего прикуса. Очень интересно. Никогда об этом не думала, но чаще всего врачи, к которым я приходила, зубные, когда ставила брекеты, ну, планировала ставить брекеты, мне врачи сразу говорили, то есть, знаете, мне не нужно было что-то рассказывать. Типа, вы знаете, я шепелявлю. Мне такое не нужно было говорить, потому что я сразу начинала говорить с врачом, и он мне просто с первых же там моих секунд разговора сказал, вы шепелявите вот так и так. Я такая, типа, Вася, это вообще-то Америку мне открыл. Я знаю, у меня весь интернет об этом пишет. Я и так это знаю. Но, типа, это не то, что мне об этом пишут. Я это и сама за собой замечаю, и меня это просто в последнее время как-то раздражать стало. Иногда, знаете, у меня бывает такое, что я записываю какие-то истории в Инстаграм, и меня бесит, что я как-то плохо сказала, нечетко, как будто бы. И я раздражаюсь из-за этого, я перезаписываю, но перед тем, как перезаписать, я делаю какие-то упражнения для рта. Типа, там же с языком что-то надо делать, какие-то всякие такие упражнения, знаете, которые выглядят достаточно интересно. Интересно. Вот врач-стоматолог, который будет ставить мне виниры, она тоже услышала сразу, что я шепелявлю, и она сказала, что когда у меня будут виниры, я буду еще больше шепелявить. Ну, это всегда привыкание, типа, идет, потому что даже вот девочки, которые, ну, вот я наблюдала просто, да, девочки, которые не шепелявили до винир, когда их поставили, они тоже шепелявили, но потом все стало хорошо. И вот мне врач сказала, что хуже точно не будет, но, скорее всего, будет лучше, что я смогу более четко говорить. И также по поводу винир, что хотела сказать. На самом деле я прекрасно знаю, что это не выход из ситуации, ну, вот как раз-таки, когда я пришла к врачу, к Луизе, которую вы сегодня видели, она мне сказала то, что вам нужно брейкеты ставить. Я говорю то, что я не могу. Нет, пожалуйста, только нет. Я сказала то, что я не могу, я не хочу. Я не хочу ставить брейкеты, потому что я максимально разочарована в брейкетах. У меня они стояли два раза, и про первый раз я как бы особо не говорю, потому что я была маленькая, и у меня даже ретейнеров не было, мне их не поставили тупо. Я не знаю, по какой такой причине. И вот, типа, я год ходила в брейкетах, и потом мне их сняли, и все, просто. И все вернулось, как было. И потом, второй раз, когда я ходила в брейкетах, вы все наверняка этот тоже момент помните, кто со мной давно, там, лет шестнадцати. В шестнадцати я, по-моему, да, поставила брейкеты, ближе к семнадцати, и, получается, за месяц до восемнадцатилетия мне сняли брейкеты. Он даже не верится столько лет тратить на тупые брейкеты. Ну, нет, кому-то нравится. Славе вообще нравится, как брейкеты выглядели, типа, ему кажется, что это мило. Ну, если говорить о том, что, почему я не ставлю брейкеты, типа, не потому, что, там, я перед парнем что-то стремаюсь, нет, мне вообще, ну, как бы, дело не в этом. Но я не хочу брейкеты, потому что я разочарована в этом. Врач, который ставил мне брейкеты, вот, в шестнадцать лет, мне сказал, что у вас никогда не сомкнутся зубы. Звучит как приговор. Я понимаю, что процентов, наверное, восемьдесят, если не девяносто, зависит от человека, который носит брейкеты, как он потом следит за своими зубами, носит капы, не носит, если ему это прописано. Я все понимаю, что тут тоже, как бы, есть моя вина. Но я просто не уверена, что если бы я носила капы, то у меня бы, типа, не стало все так же. У меня, получается, вот эта щель, которая между зубов, они не смыкаются. И я не уверена, что это можно убрать, потому что мне как раз-таки мой врач тогда сказала, что у вас это никогда не уберется, это можно стянуть, чтобы щель была поменьше, но вообще его, в принципе, убрать нереально. Потому что, типа, у меня такое строение, еще что-то. Ну, короче, фиг знает. Ну, это очень тупо. У меня просто у папы тоже такие зубы. И поэтому, короче, у меня тоже так. Причем у моего брата Гоши тоже так. Ему надо ставить брейкеты. Но я думаю, что в любом случае, знаете, всегда нужно попробовать сначала поставить брейкеты. Так что посмотрим, как карта ляжет. Вот, в общем, на этом все на сегодня. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока и до завтра.